Приветствую вас на канале RedCat, сегодня я вам покажу как очень легко и быстро пройти двухсотую дверь, не используя фактически паркур. Ну что ж ребята, отправляемся, пока идет бесконечная загрузка, расскажу вам где можно еще получить робоксы. Не знают где купить робоксы? Плеерок тебе сможет помочь. На этом маркетплейсе самый большой выбор услуг связанных с игрой робокс. Кроме робоксов вы можете купить аккаунты, игровую валюту для плейсов, к примеру гемов ТТД, бусты, премиум геймпасс, скины и многое другое. На сайте постоянно действуют акции и скидки, поэтому покупки обойдутся вам дешево. К примеру, покупаю 400 робоксов по цене 359 рублей, получу скидку 28%. Купить робоксы очень быстро, заполняешь форму и нажимаешь далее, потом выбираешь способ оплаты. Очень рад, что появилась оплата по зарубежным картам из любых стран, которой мне так не хватало. Покупка тут всегда безопасна, так что не переживай. Нажимаем перейти к оплате и вводим реквизиты карты. Плеерок вашей покупки всегда в безопасности, рейтинг 5.0 и более 6,5 миллионов отзывов говорят сами за себя. Кроме робокса на сайте куча игр и приложений, баланс которых вы можете пополнить. Переходи по ссылке под видео и покупай товары с под скидком до 90% на playrock.com. Ну что ж, ребята, отправляемся сейчас в 195 дверь. Именно в 195 двери всегда у нас начинается второй сик и, собственно, финальное прохождение. Итак, что тут нужно знать? Нужно знать, что желательно вам тут витаминку, кресль, еще что-то, чтобы его остановить. Кресль остановить, витаминку бежать. Если у вас ничего этого нет, то не расстраивайтесь. Главное, ребята, вам правильно поворачивать в туннельчиках. И сейчас я, ребят, покажу, как я прохожу эти двери. Так, самое основное, это у нас есть путеводный свет. Видите, вот такие вот спереди у нас мигают штучки. И, ребята, смотрим, куда они показывают. Также, ребята, я, видите, останавливаюсь перед каждым поворотом. Если не вижу конкретно, куда мне бежать, если мне не подсвечивается путь путеводным светом, то я приостанавливаюсь и смотрю. Да, ребята, может кажется, что ты приостановился, потерял скорость, но на самом деле это вас спасет. Потому что не всегда, вот, у вас, видите, есть некоторые туннельчики, которые вы просто проходите. Поэтому, если вы там где-то немножечко остановились, посмотрели по сторонам, это все равно вам позволит пройти в итоге игру. Вот тут тоже, видите, непонятно. Я посмотрел и повернул направо. Я прохожу именно таким способом. Немножко останавливаюсь, смотрю, куда бежать, и только тогда продолжаю путь. Мне кажется, этот вариант более удобный, ну и более надежный. Потому что сик на самом деле очень громкий, но он бежит не так быстро. Поэтому я даже специально убрал звук сика, чтобы он вас не пугал, что ой, он сейчас уже до пятки наступает. Можете вообще его отключить и бежать без звука, чтобы не думать, что он прям вот сейчас вот-вот вас настигнет. Вот, видите, я повернулся. Я опять повернулся. А вот это, ребята, неожиданно, смотрите, у меня даже было два поворота. Это первый раз, когда у меня было два поворота. Никогда такого не встречал еще. Хм, класс. И смотрите, ребята, я настолько, в принципе, бегу нормально, что, при том, что я останавливаюсь, что я даже могу успеть еще полутаться. Вот, смотрите, сейчас вам покажу. Вот, видите? То есть я остановился, полутался. Времени у меня достаточно. Где-то сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять или шесть раз я останавливался, пока бежал. И вот только сейчас начинает по двери стучать. То есть у вас довольно-таки много времени, вы можете притормаживать, смотреть быстро лево-право и бежать. Ну, конечно, не нужно рассматривать ничего. Буквально сразу, если вы увидели там камень, пробегайте дальше. Если вы видите там проход, бежите в этот проход. Ну и сейчас, ребята, будем с вами еще экспериментировать на паркуре. Я еще ни разу его не проходил. Таким методом, которым сейчас собираюсь пройти. Моя цель, это, ребята, проходите вот так, чтобы максимально не проходить сам паркур. Единственное, что вот здесь, наверное, это не получится сделать. Все равно нам первый придется пройти, но очень легкий. Смотрите, тут досок очень много. Единственное, на красный свет, когда вы видите, старайтесь не попадать. А так, можете вот прямо сюда залезть наверх, спрыгнуть вот здесь. Ну, смотрите, расстояние между досками очень-очень маленькое, поэтому упасть тут довольно-таки проблематично. Ну, а вот на втором этапе уже чуть посложнее, поэтому, начиная со второго этапа, я предлагаю вам вообще не проходить паркур. Как это сделать, сейчас покажу. Итак, начинаем мы с того, что вот здесь вот можно залезть на перила и с него перепрыгнуть на камень. Когда мы это делаем, падаем вниз и крутим. Теперь, ребята, как назад вернуться. Смотрите, вот справа от камня вот так вот прыгаете и обходите его. Следующие, ребята, еще проще тут проходить. Смотрите, вот так вот просто перепрыгиваете через заборчик, через камушек. Тут, на самом деле, три варианта. Сейчас покажу самый, наверное, ну, можно справа от камушка прыгать, лучше слева его прыгать. Я чуть дальше покажу, как это сделать. И третий вариант, который я сейчас использую, это вот таким образом сделать паркурчик. Он, наверное, самый сложный и небезопасный. Поэтому я вам рекомендую тот камушек проходить вот так же, как я прошел вот этот. Слева прыгаете вдоль стеночки, там тоже можно его перепрыгнуть. Ну и все, ребята. Смотрите, я, по сути, ну, там я вам показал третий вариант, как пройти еще по паркурчику. Можно его не использовать. Тогда фактически можно было вообще не спускаться вниз. И последний, ребята. Тут надо шесть вентилей крутить. И давайте начнем это делать. Опять же таки, я ни разу не спущусь на бассейн, потому что там еще прыгают пиявки какие-то здоровенные. Мне не надо эти проблемы. Я хожу просто вот здесь вот и спокойно себя чувствую. Итак, второй вентиль мы крутим, просто перепрыгнув по камушку. Как вернуться? Вот так вот. Справа тоже и слева можно опрыгивать этот камушек. Можно слева. Это немножко быстрее. Но справа, скажем так, надежнее. Так, кстати, а здесь можно как-то залезть? Нет? Вот. Давайте еще вот такое. Я вот этот способ не пробовал. Вот здесь еще перейти. Ну-ка. Может, если вот здесь можно будет упасть, это вообще будет изи. А нет, тут они поставили, видите? Тут нельзя. Хорошо, ладно, возвращаемся. Там они поставили текстурки. Сейчас, ребята, все равно пройдем, не переживаем. Так, вот здесь вот, ребята, я через правую сторону, вдоль заборчика, вот просто прыгайте, 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 пока у вас не получится залезть на камушек. Сейчас, 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 почти. Вот, вот, вот. Много прыжков нажимаете и все. Тут можно присесть и упал. Супер. Идем дальше. Здесь мы тоже прошли. Здесь уже в целом уже осталось изи. Смотрите. Идете, прыгаете. Ай, я упал, но ничего. Можно было заборчика покрасивше это сделать, но тем не менее. Все, ребята, абсолютно легко, никакого риска. Не идете на этот бассейн, не прыгаете там, не умираете, а просто ходите по кругу, все собираете. Так что, я думаю, ребята, прямо сейчас было бы очень неплохо, если бы вы поставили лайк этому видео. Я думаю, что этот способ вам действительно поможет. Ну и последнее, кто еще ни разу не доходил и не проходил эту карту, что вам нужно не забыть, это нажать вот здесь вот генератор. Видите? Лампочки искать не нужно, только нажать. Ну и не перепутайте лестницу. Нужно именно по вот этой лестнице, которой я сейчас сбираюсь, она справа от генератора, подняться наверх и активировать кнопочку. Все, нажимаем эту кнопочку, приседаем и поднимаемся по длинной-длинной лестнице. Когда вы это сделаете, вы можете там в разлом кинуть предмет. Если вам ничего не надо, вы идете к замку и просто открываете дверь. После этого финальная сцена и вы прошли целиком игру. Ну что ж, ребят, я надеюсь, это видео вам поможет проходить более уверенно 200-ю комнатку. И с вас лайк и подписка. Всем пока!